Как я говорила, с помощью расклада «Слепое пятно» или «Окно Джохари» можно смотреть конкурентов и сравнивать. И вот, пожалуйста, меня попросили посмотреть двух, ну не партнеров, да, просто люди работают в одной сфере. И я взяла две колоды, слева классический райдер-вейт, справа золотой универсальный таро. И на каждого человека выложила по четыре карты. Напоминаю позиции, первая карта – однозначная самооценка, ваше представление о себе, которое совпадает с внешней оценкой других людей. Вторая позиция, правый нижний угол, ящик Пандоры – скрытая часть личности, неизвестная вам и окружающим. Третья карта – тень, часть вашей личности, которую вы знаете, но прячете в темноте от других. И четвертая карта – правый верхний угол, там у нас окошко раскрывается. Слепое пятно, шаблон поведения, который замечает окружающий, а вы по каким-то причинам – нет. Вот это то самое окно Джохари, открывая которое вы смотрите на себя глазами внешнего мира. Давайте разбирать первые четыре карты колода Артура Уэйта. Однозначная самооценка – рыцарь мечей. То есть как человек себя ведёт? Экспрессивно, эпатажно, он постоянно высказывает свою точку времени, постоянно что-то делает, производит какой-то контент, какие-то продукты. Тут интеллектуальное творчество, он постоянно идёт в процессе креатива. Его слышно, его видно, и не заметить этого человека нельзя. И он как бы сам считает, что он именно такой эпатажно, открытый, экспрессивный, у него на всё есть своё мнение. Он будет доказывать, спорить, ругаться. Вот обязательно его доведёт до такого состояния, что другие люди должны соглашаться. И другие люди с этим согласны, что да, он такой. То есть рот ему не заткнёшь, но постоянно как бы на всё будет выражаться по-своему. Вторая карта – ящик Пандоры. Скрытая часть личности, неизвестная вам окружающим. Обратите внимание, что у следующих четырёх картах там тоже повешенность зависит. То есть люди в чём-то похожи. Но там другая позиция у нас вышла. Как можно интерпретировать повешенного? Жертвенность, привязанность к делу. То есть человек не понимает, что он завис над этим делом, которым он сейчас занимается, и не может себе позволить что-то другого. А сильная привязка его удерживает на этом месте. И человек такой, можно сказать, фанатик, на дно зацепился, за одно направление он привязался. И ни влево, ни вправо он уже себе не может позволить дёрнуться, отойти. То есть он не может сменить свою сферу деятельности. Третья позиция – тень. Часть вашей личности, которую вы знаете, но прячете в темноте от других. Посмотрите, четвёрочка кубков. Человеку всё достало, всё надоело, всё приелось. Но он об этом не говорит. То есть пород с румячей, он показывает, что у него всё новизна, всегда новый контент какой-то. А на самом деле его уже всё достало. И четвёртая карта – слепое пятно. Шаблон поведения, который замечает окружающий, а вы по каким-то причинам нет. А вы по каким-то причинам нет. Двойка жезлов, да. То есть другие люди воспринимают этого человека как хорошего эксперта. То есть как бы он спокойного, равнодушного, я бы сказала, такого отстранённого, холодного. Ну как бы есть зачем прийти, есть за каким опытом обратиться. А он, похоже, что он не ценит достигнутого. То есть есть определённые достижения высокие, а человек вот этого не видит. То есть он сам стоит на этой высокой горе своих, вот своего авторитета. Но будучи на горе, то ли он зазнался по четвёрке кубку, да, то ли зажрался. Человек перестал ценить то, что есть, да. То есть как бы он реально хороший эксперт. Не эмоциональный человек, да. То есть ему неинтересно, он отстранился, ушёл в своё. И вот порой для человека сложно достучаться. То есть это может говорить об этом, да. То есть не дозвониться, не связаться. То есть человек отвернулся от всех, отошёл, занялся своими какими-то делами. И вот это равнодушие, вот с одной стороны, как бы да, есть почему. Потому что, ну, у человека есть определённые свои там завоевания уже, да, вот эта высота. Но с другой стороны, да, людям хочется, чтобы он более был открыт. А подбойки жезла у человека нет. У него такой вот гонор может проявляться, да, внутреннее вот чрезмерное достижение. Есть это достоинство, но вот это может отстранять от него других людей. Второй человек. Однозначная самооценка. Вот, смотрите, тоже повешено висит. То есть человек прекрасно понимает, что он завис над своим каким-то одним делом. И сдёрнуться уже не может. И вряд ли он может себя проявить уже по-другому. То есть он привязан к этой сфере деятельности. Они являются, напоминаю, конкурентами, да, эти два человека. И уже не могут себя по-другому проявить. То есть ни туда, ни сюда, да, уже как бы отойти не могут, к сожалению. То есть зависимость от одного направления, зависимость от одного дела, ну, в котором человек хорошо разбирается. Но, к сожалению, уже что-то новое себе позволить не может. Ящик Пандоры, тройка кубков, скрытая часть личности, неизвестная вам окружающая. То есть человек не подозревает, что человеку очень важен коллектив, чтобы кто-то был всегда рядом, его радовал, веселел. То есть компания, он без этого не может, на самом деле. То есть коммуникация для человека очень важна. То есть скрытая часть личности по тройке кубков. Человек любит компанию, любит веселье, любит оторваться с друзьями. И ему важно, чтобы люди были рядом. Вот, то есть ему важно легкое общение. Человек сам по себе, ну, достаточно как бы легок на подъем вот под этим картам. Смотря на то, что он завис по повешенному над одним делом. Но, на самом деле, вот внутри как бы, ну, несерьезный, да. То есть ему больше, больше важна коммуникация. И он почему этим занимается? Потому что из-за того, что ему нравится общаться с людьми. Тень, карта, часть вашей личности, которую вы знаете, но прячете в темноте от других. По колесу фортуны, вы знаете, вот как я наблюдаю за людьми, показывает таких персонажей, которые любят быть на виду. Любят крутиться, общаться, любят быть в центре внимания. И вот это как раз, вот вы же понимаете, тройка кубков показывает скрытую часть личности, которую человек как бы вот не подозревает. Ему хочется больше, да. То есть ему нравится быть на виду, нравится показывать себя, какой классный, замечательный. Посмотрите на меня. Ну, как бы то, что там не стоит особо чего-то серьезного, да, просто нравится коммуникация и общение. Человек думает, что как бы вот что-то серьезное за этим нет. Нет, на самом деле, умеет делать нетворкинг, умеет делать хорошие связи. И окно, слепое пятно, шаблон поведения, который замечает окружающий, а вы по каким-то причинам нет. Душа на распашку, да. С одной стороны, человек себя прекрасно показывает, рассказывает о себе постоянно на виду. Может говорить, кстати, об эгоизме. То есть этот эгоцентризм, вот колесо фортуны любят крутиться, общаться, да. То есть люди, которые вот любят в центре внимания. И вот солнце прямо оттуда выскакивает, да. То есть вот я хочу быть в центре, я хочу быть главной, хочу показать себя. Хочу ярко светиться, хочу, чтобы меня все замечали. Это самое главное, да. То есть мне важно быть в центре внимания, важно, чтобы были вокруг люди, вокруг меня крутились. Я эгоцентризм на первом месте. И сравнивая этих двух людей, вот посмотрите внимательно на первую четверку карт слева и на вторую четверку карт, да. Как вы думаете, кто из них настоящий эксперт? Ну, конечно же, тут то слева, да. То есть реально серьезная практика, это у нас слева человек. Потому что анализируя то, что идет из подсознания, да, а не то, что человек осознанно зависает по повешенному, приходится. Я тут вынужденно занимаюсь этим делом. Человек справа вынужден заниматься этим делом, чтобы проявить себя, просто свою личность, да. А не вот не саму практику, которую он несет. То есть не сами знания у него на первом месте. У человека слева именно знания на первом месте. То есть за человеком слева реально стоит опыт. Но человек справа, он добирает тем, что он умело себя, умеет презентовать, умело умеет собрать вокруг себя команду людей. И вот за счет этой массовости, да, за счет того, что вокруг него постоянно что-то крутится, вертится, у него получается тоже достигать определенных высот. Вот такой интересный анализ, чтобы действительно посмотреть на людей, кто чего стоит, а у кого какие сильные места, а у кого какие слабые места. Очень хорошо анализировать именно людей по схожей сфере. Вы можете сделать этот расклад самостоятельно, как на себя, так сравнить себя с другими людьми. Вот выложите вот эту четверку карты на себя, выложить четверку карты на вот человека, на которого, допустим, равняетесь или считаете своим конкурентом. Сравнить, допустим, других конкурентов в вашей нише, да, или в смежной нише. Вот или если кто-то вас попросит, может вы для них посмотреть, вот людей каких-то рядом. Также этим раскладом может смотреть и не только конкурентов, но и партнеров по отношениям. Но мы это разберем в следующий раз.